Уникальный проект по созданию мастер-планов развития Печенского района продолжается. Эксперты, городские власти и сами жители Заполярного и Никеля выбрали три основных так называемых проблемных объекта. Их и посетили приехавшие специалисты, чтобы увидеть, с чем придется иметь дело. Первым в списке посещения стал Дворец культуры Октябрь в Заполярном. Он является одной из визитных карточек города, к тому же находится на главной площади, по которой любят гулять местные жители. Помещение Дворца давно требует реконструкции, но есть и другие проблемы, на которые нужно обратить внимание. Проблема в том, что первое, то, что мы увидели и услышали, это недозагруженность, это недостаток функционала для того, чтобы жители могли комфортно проводить свой досуг с семьями, с детьми, с близкими, родственниками и занимать свое свободное время, то, как им интересно. То есть одна из задач, это не реконструкция, ради реконструкции, а именно то, чтобы обеспечить комфортный быт, комфортный досуг для жителей города. Как исправить ситуацию и сохранить основной функционал Дворца культуры, это и предстоит выяснить специалистам в ближайшее время. Предварительный результат будет уже в этом году, то есть будут разработаны концепции, они будут обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами, с администрацией, с комбинатом, с жителями, безусловно, в первую очередь. Уже по результатам строительно-монтажной работы и проектной, если понадобится, опять же, с учетом одобрения всеми, это уже, безусловно, следующий год. То есть тут перспектива, на самом деле, достаточно короткая, тут нет каких-то таких долгоиграющих, там, через 10 лет. Следующим объектом в проблемном списке стал недострой возле Печенской ЦРБ. Уже больше 20 лет это здание находится в замороженном состоянии. Его строительство началось в 90-х годах, тогда же и остановилось. Очень хорошо, что развитие Печенского района получило хороший старт, что сегодня приехали проектировщики и действительно обратили внимание на этот недострой. Ну, сейчас будет проведена соответствующая работа. Специалисты посмотрят, насколько возможно вообще дать жизнь этому недостроенному зданию. Ну, а так, конечно, вы видите, здесь, в принципе, много этажей. Здорово было бы сделать какой-то фитнес-центр. Вот замечательная крыша, я уже сегодня помечтала, говорю, можно сделать очень хорошее кафе. Такие недострои – большая проблема во всех регионах нашей страны, говорят проектировщики. Подобных зданий огромное количество и существуют проверенные методы и способы, чтобы вдохнуть новую жизнь в эти объекты. Решается всегда это очень просто. В зависимости от функционала и интересов администрации, либо местных предпринимателей, как это в объект, вторая жизнь у объекта появляется, соответственно, либо это объект для муниципального использования, либо это объект для коммерческих интересов, чтобы обслуживать интересы горожан, ну и, соответственно, платить налоги в бюджет города. Третьим объектом, которому уделили внимание, стал политехнический техникум в Никеле. Этому учебному заведению через два года будет 55 лет. Исторически это местная кузница кадров для комбината, которая за полвека выпустила больше пяти тысяч специалистов. И чтобы работа продолжалась, необходимо и новое учебное оборудование, и компьютеризация, да и ремонт в целом. Те денежные средства, которые нам выделяются, они недостаточны. Хотя я хочу сказать, что в этом году, благодаря Норильскому Никелю, Кольской горно-металлургической компании, соглашению, которое, я так понимаю, подписано с губернатором, значит, нам выделено было 5 миллионов на оборудование, на ремонт сварочного полигона и оборудование сварочной мастерской. Мастер-планы для заполярного и никеля создаются в рамках концепции развития Печенского района, которую разработали региональные и местные власти при участии местного сообщества и компании Норникель.